Сегодня 16 ноября, я в Паттайе и перемещаюсь в Банковский аэропорт. Там сегодня встречаю трех моих старых знакомых, с которыми мы прошвырнемся по Лаосу. Сегодня перелетаем в Лонгпробанк, и дальше я там расскажу уже отдельно и подробно. Да, кстати, про Самой. Там я был только в этом году раз 12, и буду еще засниму все, что там стоит заснять. Ну а пока что было еще в моих прошлых поездках недосуг. Я встретил моих старых знакомых, Олега и Юру, с которыми нас связывает давняя дружба. Слановик гора, когда мы спускались. Олег, в каком году спускались мы примерно? В 2006, 2007, 2008, 2006, 2006, да? Вот, и сегодня мы снова встретились. Сейчас в аэропорту, едем в Лонгпробанк, и уже там у нас отдельная программа, связанная со средним лоосом, с реками, с горами. Субтитры сделал DimaTorzok С одного самолета прилетели, и на друг год уже можно случайно попасть вот в такое устройство аэропорта в Лонгпробанке. Как здесь по погодным условиям, Олег? Жарче, чем в Бангкоке? Да нет. Ну, зелени, понимаете. Не суишь, что нифига? Зелени сколько? Зелени, да, все горы окрестные такие. А в России не нужны? В России не нужны? Да. Все понятно. Комнатка в старой французской вилле. В таком стиле здесь все жилье, в этом крохотном городке, по сути, который находится в излучине реки Намканг и Меконга. Это Меконг. Идем по дорожке. Все, добрались мы до Лонгпробанга. Куча сил сегодняшнего дня истратили на это. Но сейчас мы хотим еще подняться на гору. Юр, как ты начнет подняться на гору? Я не хотел сегодня. Понятно. Устали, не спали. Олег, а ты? Я всегда. Собираемся залезть на эту гору. Называется на гора Пуси. По сути, это центр Лонгпробанга. И как раз луна над ее вершиной. То есть с закатной краской все это должно быть интересно выглядеть. Ну, не знаю, как уж там будет. А здесь уже спонтанный рыночек лонгпробанский. Он уже начинает работать. Асалабхабанг это, короче говоря, место, где находится вот этот вот хабанг. Ну, составная часть, название города Лонгпробанга. То есть золотой Будда. Символ государства. Вот он находится там. И раньше он был выставлен на общий обзор. Но сейчас не знаю. Надо проверить. Эта гора, она имеет высоту порядка 100 метров. Вот. И с нее мы увидим отличный вид на горы. Так в закатных красках выглядит город Муэнхабанг. Известный в истории, как Муэнгсия. Город тигра. Если переводить буквально с лаосского языка. Под этим названием он вписан историю. 698 года. Причем этот город не всегда был городом лаосцев. Изначально здесь жили жители королевства Ланангджао. И те, кто из этого королевства спустился к югу. Тогда еще народы лао и тайцы, они не были разделены так буквально. Вот. И вообще принято их называть лао тайские. Лао тайский этнос. Красиво, конечно. Давно я здесь не был. Причем Лангпра-банг это современное, скорее тайское название и международное. Лаосы называют его не иначе, как Лангпха-банг. Лангпха-банг, это правильно так. Город в излучине Меконга. Ну и таким я его запомнил когда-то. Мало он изменился. Хотя изменился, но мало. Блин, я доволен, что я приехал снова сюда. Ночной рынок Лангпра-банга возле королевского дворца. Лангпха-банга возле королевского дворца.